Не просто в летние месяцы приходится не только пожарным, но и госавтоинспекторам. Из-за многократно увеличившегося транспортного потока число аварий постоянно растет. На дорогах гибнут люди. За истекший период 2021 года на территории Славянского района произошло 90 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли либо пострадали люди. На данный момент за истекшие 7 месяцев погибло 15 человек, ранено 124. Это большой рост по сравнению с прошлым годом. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились наезд на пешехода, несоблюдение очередности проезда, выезд на полустречного движения, где у нас самые тяжкие последствия, где чаще всего гибнут и получают наиболее тяжкие ранения. Большую тревогу вызывает количество ДТП с несовершеннолетними на территории Славянского района. За истекший период таких дорожно-транспортных происшествий произошло 17, в которых пострадало 6 несовершеннолетних пешеходов, 1 велосипедист, 4 водителя мототранспорта и 6 пассажиров. Во всех случаях, где было ДТП с участием мото, несовершеннолетние не имели водительского удостоверения. В некоторых случаях дети-пассажиры находились без детских удерживающих устройств автомобиля. В летний период дети массово находятся на улице и зачастую без присмотра родителей. Это и переход прежней части неустанного места, и управление транспортными средствами, такими как велосипеды, гироскутеры, самокаты, мопеды. Согласно правилам дорожного движения, мототранспортными средствами у нас имеют право управлять несовершеннолетние в возрасте 16 лет, которые получили водительское удостоверение категории А1 и М. В таких случаях они имеют право управлять, в остальных случаях запрещено. За это есть соответствующая ответственность административная, как на самих несовершеннолетних, так и на их родителей. Поэтому огромная просьба к родителям, сберегите жизни своих детей и их здоровье. Не допускайте их к управлению данными транспортными средствами и тем более управлению транспортными средствами, такими как автомобиль. В этом году у нас выявлено порядка пяти фактов управления транспортным средством автомобилем детьми в возрасте 16-17 лет. Это вопиющие факты. Эти все факты зафиксированы, переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы со своей стороны также будем продолжать рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение водителями правил дорожного движения и в части, в том числе, перевозки детей, пассажиров. Хотелось бы еще обратиться к гостям нашего района, которые приехали на отдых в наш край, тоже соблюдать правила дорожного движения, культуру вождения, уважения к друг другу. Не надо торопиться, обгонять по обочине, по встречной полосе и вести себя вообще агрессивно, потому что это создает предпосылки для совершения дорожно-транспортных происшествий, в которых зачастую, как правило, из-за этой расторопности страдают люди. Продолжение следует...